Симферополь, 9 мая, РИА Новости В центре Симферополя по случаю Дня Победы прошли парадные расчеты, более 30 единиц военной техники и колонны Бессмертного полка, собравшая свыше 45 тысяч участников, передает корреспондент РИА Новости. По маршруту праздничной процессии живым коридором выстроились горожане, пришедшие посмотреть на парад. Праздник сопровождался музыкой военных лет в исполнении оркестра. После завершения парада войск, пошла колонна Бессмертного полка, которую возглавили глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель Крымского парламента Владимир Константинов. Обращаясь с праздничной речью ко всем участникам парада, Аксенов назвал День Победы самым светлым и значимым праздником в отечественной истории. Хочется сказать только одно, гордимся своей страной, любим и ценим наших ветеранов, гордимся их подвигом, равняемся на них при принятии решений в сегодняшнее время. Желаем всем мирного неба над головой. Уверены, наша молодежь, которая руководствуется примером наших ветеранов, сделает все, чтобы наша страна была самой успешной и самой могучей в мире, сказала Ксенов. По окончанию парада все желающие отправились возложить цветы к мемориалу могилы неизвестного солдата. По городу развернули полевые кухни, а для ветеранов установили шатры и накрыли праздничные столы. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в комментарии РИО Новости заявил, что с каждым годом число участникам акции «Бессмертный полк» увеличивается. В ее ряды особенно много пребывает молодежи. Сам Полонский нес портрет своего деда, освобождавшего Крым. Особо радостно, что с каждым годом становится больше людей, которые принимают участие в акции. Намного больше в этом году молодых людей, очень много семей, в том числе и с маленькими детьми. Это говорит о том, что память живет и передается из поколения в поколение. В Симферополе в «Бессмертном полку» приняло участие более 45 тысяч человек, подчеркнул Полонский. Вечером в центре Симферополя пройдет концерт и прогремит праздничный салют. Подробнее о новостях Крыма. На черемея.реа.ру парад победы на Красной площади РИО Новости. Евгений Беков перейти в фотобанк в параде приняли участие и два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57. РИО Новости. Александр Вильф перейти в фотобанк завершил аппарат после окончания полетов выступления музыкантов парадного оркестра Московского гарнизона. На фото, истребители Су-30СМ пилотажной группы «Русский авитязи» и «Миг-29» группы «Стрижи». Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИО Новости. Александр Вильф перейти в фотобанк завершил аппарат после окончания полетов выступления музыкантов парадного оркестра Московского гарнизона. На фото, истребители Су-30СМ пилотажной группы «Русский авитязи» и «Миг-29» группы «Стрижи». РИО Новости. По Красной площади проехали воевые машины пехоты на гусеничной платформе Курганец-25. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИО Новости. Григорий Сысоев перейти в фотобанк. Также по Красной площади проехали воевые машины пехоты на гусеничной платформе Курганец-25. РИО Новости. Евгений Бетов перейти в фотобанк. Следом за ними зрители могли увидеть боевую машину десанта БМД-4М «Садовница». Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИО Новости. Евгений Бетов перейти в фотобанк. Следом за ними зрители могли увидеть боевую машину десанта БМД-4М «Садовница». РИО Новости. Евгений Бетов перейти в фотобанк. Первый раз на параде показали и другие новейшие образцы военной техники. Боевые машины поддержки танков «Терминатор», робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и боевые многофункциональные комплексы «Уран-9». Беспилотные летательные аппараты «Корсары Катран». На фото. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИО Новости. Евгений Бетов перейти в фотобанк. Первый раз на параде показали и другие новейшие образцы военной техники. Боевые машины поддержки танков «Терминатор», робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и боевые многофункциональные комплексы «Уран-9». Беспилотные летательные аппараты «Корсары Катран». На фото. РИО Новости. Евгений Бетов перейти в фотобанк. Уже во второй раз в параде участвовали арктические комплексы ПВО ТРМ-2ДТ на базе вездехода ДТ-30. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИО Новости. Евгений Бетов перейти в фотобанк. Уже во второй раз в параде участвовали арктические комплексы ПВО ТРМ-2ДТ на базе вездехода ДТ-30. РИО Новости. Евгений Бетов перейти в фотобанк Владимир Путин назвал опыт ветеранов вечным примером для всех поколений Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине, добавил он На фото, танк Т-14 Армата. . . . скачать видео, скопировать ссылку, получить код 3 о новости Евгений Бетов перейти в фотобанк Владимир Путин назвал опыт ветеранов вечным примером для всех поколений Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине, добавил он На фото, танк Т-14 Армата. РИА новости, Григорий Сосаев, перейти в фотобанк на фото, транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА новости, Григорий Сосаев перейти в фотобанк на фото, транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». РИА новости, Евгений Беков перейти в фотобанк у всех была одна родина. Все боролись, сколько хватало сил, до последнего патрона, до последней капли крови, заявил президент России. На фото, бронеавтомобиль патруль. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА новости, Евгений Беков перейти в фотобанк у всех была одна родина. Все боролись, сколько хватало сил, до последнего патрона, до последней капли крови, заявил президент России. На фото, бронеавтомобиль патруль. На фото, истребители Су-30СМ пилотажной группы «Русский АВИТИЗИ» и «МИГ-29» группы «Стрижи». РИА новости, Алексей Никольский перейти в фотобанк парад на Красной площади открыли военнослужащие знаменитого преображенского полка, которые под песню «Священная война», которые под песню «Священная война» вынесли государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне. РИА новости, Евгений Бетов перейти в фотобанк исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, Традиционно принимавший парад, поблагодарил всех участников за хорошую организацию и поздравил с праздником . . . . . Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА новости, Евгений Бетов перейти в фотобанк исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, Традиционно принимавший парад, поблагодарил всех участников за хорошую организацию и поздравил с праздником . . . Привник с 1.2. Субтитры сделал DimaTorzok